Ребята, всем доброго дня и давайте в этом видеоролике поговорим снова о проекте Криптон и расскажу про токен данной площадки. Так вот, токен iPoint является по сути топливом всей экосистемы Криптон и его многофункциональность обеспечивает естественный спрос всех пользователей платформы, то есть от фрилансеров до крупных инвесторов. Что же здесь есть? Есть то, что часть доходов платформы будет использоваться в качестве возврата держателям токенов iPoint, соответственно определенной доли от стоимости совершенных ими операций. Таргасирование сделок будет доступно только при расчетах в iPoint, также будет уменьшение комиссии по сделкам на 50% при расчетах в токенах iPoint, также это единственное средство расчетов по сделкам на криптофриланс бирже. Также будет начисление рейтинга с повышенным коэффициентом при совершении операции с расчетами в токенах iPoint и возможность фиксации суммы сделки в USD при расчетах в iPoint. Ну и последняя функция, то что будет возможность участвовать в голосовании по вопросам развития данной платформы. Также давайте поговорим про программную безопасность, то есть гарантии безопасности сделок, основное тщательном аудите кода смарт-контракта, который применяется в данной площадке. Вы можете перейти на GitHub и сами в этом убедиться, но я этого делать не буду, поскольку такие технические данные не будут интересны для большинства магазителей, но кому интересно, те сами сделают данную операцию. Лучше поговорим подробно про данный токен. Так вот, всего выпущено 200 миллионов токенов, соответственно, они будут использоваться как раз таки по White Paper. Также важно понимать, что до 20 миллионов, то есть 10% распределения между членами команды Krypton, а также 20 миллионов, то есть те же 10% это фонд страхования и сделок, 6 миллионов токенов, то есть 3% это участникам бауте компании и основная масса 77% на как раз таки токен сейл. Также добавлю, что софткап, то есть минимальные сборы 4 миллиона долларов, хардкап 16. И, соответственно, как они будут использовать средства вырученные, то есть 5% на расходы на операционное управление платформой, также 5% на велическое сопровождение, 5% на расходы на переход в децентрализованную управлению, 5% вознаграждений менторов проекта, и далее 20% в маркетинг и продвижение, далее 50% уже это доработка IT решения проекта, его запуск и 10% в резервный, соответственно, фонд. Также, если в ходе TGE не будет собран софткап, будет проведен, в общем-то, второй раунд TGE, об этом будет дополнительно сказано, второй и третий раунд. Если, соответственно, не будет собран софткап, в принципе, то тогда токены будут возвращены. Теперь, соответственно, давайте поговорим про этапы продажи токенов, то есть про прошедшие этапы, наверное, говорить нет большого смысла. Вот, текущий этап, это с 16.12 по 21.01.19 года, то есть 36 дней, вот, и 1 поинт стоит 0.12 долларов. Также еще есть отдельная информация про баунти-компанию, то есть это возможность получить вознаграждение в токенах данного проекта, если вы, соответственно, рекламируете данную площадку, то есть тут до 3% в токенах, как я и говорил, выделяется на, в общем-то, компанию баунти. Также здесь еще отмечу, что есть различные конференции событий по данному проекту, вот, то есть тоже можете с ними ознакомиться. Некоторые были недавно, допустим, вот, в конце ноября, начале декабря 2018 года, вот, также 7-8 ноября 2018 года тоже проходила конференция Blockchain Life, ну и так далее. Здесь можете сами пролистать, ознакомиться, я уже этого делать не буду. Ну и в СМИ тоже много статей про данный проект, тоже, кого интересует, можете почитать и изучить все, что здесь написано, на этом останавливаться я, пожалуй, уже не буду. Ну и есть ссылки на различные, соответственно, порталы по криптовалютам, CoinJournal, CoinSpeaker, CCN, BlockNomi и так далее. Ну что ж, на этом я заканчиваю тогда второй обзор о данном проекте и в третьем обзоре поговорим про дорожную карту, про команду данного проекта, ну и, возможно, ответы на вопросы тоже с вами разберем.